Всем привет и спасибо, что снова настроились на мой канал. Под одним из моих предыдущих видео вы просили меня перечислить каналы, на которые лично я подписана, что я вообще смотрю на ютубе. Большое спасибо, что делаете мне какие-то подсказки, о чем снимать видео. На самом деле так намного легче снимать. И конечно же такой вопрос понятен, потому что так же как и я сама сейчас просто иду через рекомендации, я понимаю, что мне в принципе нечего смотреть. Я так понимаю, что именно у меня на ютубе в основном всплывают те каналы, которые были спонсированными людьми, которым эти каналы принадлежат. То есть это не то, что лично мне интересно, лично я что-то похожее смотрела, а вот именно что-то основанное на спонсорстве. Можно сказать, реклама. Поэтому, честно говоря, мне очень сложно, особенно в последние 6-10 месяцев, я думаю, понятно по какой причине, найти что-то, что бы меня заинтересовало на ютубе. Особенно что-то на русском языке, потому что на английском почему-то, ну вот не знаю, как-то не смотрится. Вот не знаю почему, но несмотря на то, что у меня нет никаких проблем с английским языком, мне как-то больше интересно именно какие-то каналы на русском языке. Вот не знаю почему так. Хотя никакой дискриминации никому я абсолютно не испытываю, я вообще не на эту тему человек. Поэтому я решила просто поделиться теми каналами, на которые я сама подписана, которые я сама смотрю. Конечно, кроме этих каналов мне иногда попадаются разные видео на разную тему, которые я тоже могу посмотреть, можно сказать, для саморазвития, потому что в основном это какие-то развлекательные новости, влоги. Я очень всегда любила влоги, именно поэтому появился мой собственный канал, из-за того, что я мотивировалась влогерами, которых я смотрела на тот момент, и мне тоже захотелось снимать свои собственные. Я думаю, в принципе, у большинства влогеров именно так это и происходит. Ну а сейчас просто пройдусь по списку каналов, на которые подписана я, и скажу, почему я на них подписана, о чем эти каналы и так далее. Может быть, кто-то для себя почерпнет что-то интересное, хотя скажу, что мой список достаточно мал, и подписок у меня очень мало, и это люди, которые не так уж и регулярно делают новые видео. Ну ладно, начну сначала. Я так понимаю, что YouTube уже расположил список каналов, начиная с самого популярного и заканчивая менее популярным, то есть то, что я смотрю больше, и уже под конец то, что я совсем не смотрю. Поэтому я буду следовать этой логике. Канал, который я подсела, наверное, с самого его начала, я смотрю его вместе с мамой, мы всегда все обсуждаем, и даже когда мы в путешествии, вот когда мы ездили в Литву, мы всегда находили время, чтобы 20-30 минут уделить замечательному каналу Антона Эс про сплетни и новости. Ну, во-первых, нам с мамой нравится такой формат, ну и во-вторых, нам нравится Антон, именно его, как он преподносит информацию, нравится, когда у него случаются какие-то эмоциональные порывы. И единственный раз, когда я разочаровалась в Антоне и переставила ставить ему лайки за видео, это когда он назвал разведенных женщин с ребенком, как же он сказал, что-то там, повозка с прицепом, в общем, разведенка с прицепом. Я не знаю, я никогда не слышала такого выражения в своей жизни, и я читала комментарии праведного гнева людей, которые посмотрели это видео, женщины, которые говорят, что, знаешь, Антон, как бы по-любому можно воспринимать женщин, которые развелись, и у которых остался ребенок от предыдущих отношений, но не обязательно быть настолько неуважительным, как ты формулируешь именно это отношение, это... Я не буду вдаваться в эту тему, но я просто читала комментарии, я под каждым комментарием хотела поставить, да, вот, плюс сто, плюс сто, потому что нет оправдания, вот, когда именно к категории определенной ситуации в жизни относишься вот с таким вот неуважением, как бы... Мне это непонятно, но это была вот такая одна ситуация, обычно с Антоном я всегда согласна, несмотря на то, что он постоянно меняет свое мнение, ну, и, естественно, такой канал легкой, ну, была легкая, сейчас уже, конечно, нелегкая информация, но все равно, как бы, все сжато вместе, интересно рассказанная, красивая картинка, постоянно что-то именно на повестке дня, Поэтому канал Антон С, это, естественно, что я смотрю каждый день, и моя мама тоже. Следующий канал, на который я подписана, и я постоянно им пользуюсь, это Move with Nicole, и, естественно, это канал о пилатесе, я занималась пилатесом, наверное, уже два с половиной года, И я действительно начала заниматься пилатесом, когда я нашла этот канал, потому что Николь, она просто необыкновенная, все тренировки ее замечательные, и они мне не наскучивают, не надоедают, естественно, чувствую разницу в своем теле. И если вы, если вам нравятся вот занятия дома, пилатес, некоторые тренировки, мне приходится прерывать, потому что я просто, я уже не могу, мне не хватает силенок все за ней повторять, Но я уже не помню, как я нашла ее канал, но это лучший канал по пилатесу, который я когда-либо вообще следовала и находила. Следующий канал, номер три, это канал Варламова. Варламов, мне кажется, это одна из самых популярных вообще фигур на российском ютубе, и я, скорее всего, знала о нем намного раньше, чем подписалась. До войны в Украине я бы не сказала, что меня слишком сильно интересовала именно вот риторика канала, о чем он вообще, путешествия и так далее, Но когда ты хочешь, опять же, сжато узнать все последние новости, его канал это просто находка, потому что его видео, они, именно мне нравятся, как преподносится информация. Бодрым голосом, иронично, но жестко. Если, допустим, Антон С. будет прочитать, какой пипец, какой пипец, девчонки, то от этого как-то легче не становится. Но после того, как я смотрю Варламова, именно его бодрый голос как-то ставит меня снова на место, что не раскисай, вот такая ситуация, мы все еще живы, мы все еще можем что-то сделать. В общем, из-за именно такого информации, которую он преподносит, и из-за именно его подачи, я этот канал люблю, смотрю, и очень часто именно все новости я из него как раз и почерпываю. Следующий канал, отвлечемся от политики, я, честно говоря, сейчас попробую произнести, Шан Канака, правильно? Это замечательная девушка из Китая, я ее просто обожаю, я не знаю, как я нашла этот канал, скорее всего попался в рекомендации, это самая настоящая, стопроцентная китаянка, которая выучила русский язык, и сейчас она живет в Китае, но она делает видео, ну вот, даже не знаю, как сказать, вот китаянка, об этом китаянка, о том мнении китаянки, она просто исключительно невероятно красиво пользуется русским языком, ее чувство юмора, это просто вообще какой-то полет нереальный, я очень... Ну вот, ее видео посмотреть, особенно за завтраком, знаете, с одной стороны, это какое-то такое легкое видео, с другой стороны, это увлекательно, интересно, вы можете посмеяться, но вы также можете узнать очень много чего нового, кто из других ресурсов, вы просто не узнаете, поэтому ее канал я действительно рекомендую, если вы о нем не слышали, то почему бы и не посмотреть, я уверена, что он вам понравится. Следующий канал, на который я подписана, это доктор Петрик, я думаю, что я его уже несколько раз упоминала, у него короткие видео на какие-то тему, можно сказать, последних исследований, и я действительно верю доктору Петрику, и я думаю, что он как раз-таки делает свое видео именно из-за, не знаю, человеколюбия, что ли, потому что я уверена, что его никто не спонсирует, он ничего не продает, кроме своих курсов, которые, кстати, не курсы, лекции у него, не извиняюсь, недорогие, и я даже иногда подумаю, не купить ли мне, но с другой стороны, я думаю, а что я там узнаю из-за того, что я еще не знаю, как бы и так понятно, как вести правильный образ жизни, другое дело, что не всегда хватает на это ни желания, ни энергии, ни мотивации, но, естественно, на его канале существует очень-очень много видео, и названия прямо такие говорящие, что просто хочется пойти и посмотреть. Единственный минус, который я бы сказала про доктора Петрика, что вам нужно смотреть целое видео, чтобы узнать ответ, который можно просто в одно предложение, одно-два предложения вместить. Конечно, я понимаю, что это все влияет на монетизацию, сколько часов, сколько просмотров на ютубе, и спасибо вам большое за то, что он делает, за вопросы, которые он освещает, но я иногда нахожу себя в ситуации, что я не хочу смотреть целое видео, чтобы вот узнать ответ на вот этот вот один вопрос. Ну, а так я очень-очень рекомендую его канал. Следующий канал, который я просто такой теплой любовью люблю, это Кютерланд Влогс. У нее есть еще один канал, который просто называется Кютерланд. Как-то там была такая история, что один канал украли, ей пришлось связать с другой. В общем, кому ей? Это девушка, 20 с чем-то лет, ее очень молодая, которая живет в Италии с мамой, с отчимом. И я нашла ее канал, потому что посмотрела одно из видео о карантине в Италии. И мне просто очень понравилась эта девушка, понравилась ее подача, понравилась ее искренность. Я зашла на ее канал, и я просто почувствовала, что хочу узнать ее поближе. Вы знаете, когда вы подписываете на людей не из-за того, за какой-то информацией, которую они говорят, а из-за того, что вам просто по-человечески понравился этот человек. Вот так же у меня произошло с Валей. Я на нее подписана на всех социальных сетях. И действительно, она мотивирующая, и она снимает очень красивые видео. Конечно, тоже, если я хочу сказать какую-то критику, то очень часто там, конечно, реклама. Но я понимаю, что реклама нужна для того, чтобы заработать. Особенно, если ваш основной доход это ваш YouTube-канал. Также картинка очень красивая, но иногда недостает содержания. Но, а так, конечно, чтобы расслабиться, ее влоговый канал мой любимый, ее второй канал с тематическими видео. Мне кажется, что это немного для девушек все-таки помладше. Я, как уже категория за 30, для меня это уже, ну, немножечко не мое. Но вот канал Вали, это как раз один из тех каналов, который подтолкнул меня на создание моего собственного. Конечно, ее канал просто огромный по сравнению с моей. Аудитория очень большая по сравнению с моей. Поэтому, что я говорю, да? Кто я такая, чтобы критиковать? Следующий канал это Настя Джексон. Я не знаю, нужно ли вообще говорить про Настю Джексон. Я думаю, все знают Настю Джексон. Я ее видео даже отправляю своей маме посмотреть. Это все самое мистическое, загадочное, какие-то необычные истории. И я даже не могу, например, накладывать макияж и смотреть ее видео одновременно, поставить фоном. Потому что его нужно действительно смотреть. А какие-то вставки, которые она переодевается то в Майкла Джексона, то в еще каких-то непонятных людей. Это просто для меня она, ну, огромный талант. И ее видео, естественно, каждый раз я знаю, что за каждым видео огромная работа стоит. Мне пришлось ненадолго отвлечься, как у меня тут вдруг ни с того ни с сего закончилась батарея с камерой. Так что сейчас быстро буду вспоминать, на ком я остановилась. Наверное, Настя Джексон. Итак, следующий в моем списке это Антон С. Потому что кроме канала Сплети, на него есть еще и влоговый канал. Сейчас там проходит гадание на Таро с его мамой. Я не верю в Таро. Правда? Таро? Таро? Неважно. Я не верю, поэтому мне как бы не очень интересно смотреть и прислушиваться. Я понимаю, что он говорит, что не обязательно верить в Таро, потому что это больше как такой разговор самим собой, анализ ситуации. Но я такой человек, которому, знаете, если вы задаете конкретный вопрос, то вы хотите услышать конкретный ответ. Я не очень люблю вот все эти догадки, домыслы, потому что карту можно очень-очень-очень по-разному преподнести. Как бы значенно одну вещь, гадающий видит ее по-другому. В общем, с тех пор, как на этом канале перестали выходить влоги из жизни Антона, который, хоть он говорит, что она очень скучная, но все равно его влоги мне смотреть нравились. Гадание уже не очень, но все равно я оставила в своих подписках. Следующий канал, я тоже не помню, как я его нашла, наверное, просто вылезла в рекомендациях, но это просто отличный канал. Действительно, такой канал с большой буквы К. Называется он Демиос, я так понимаю, что этот парень из Латвии. И он делает видео «10 интересных фактов о...» и как бы какую-либо угодно тему. И качество, с которым он подходит к созданию видео, фотографии, которые он там употребляет, информация, которую он рассказывает, это действительно что-то такое, что ты не найдешь просто где-нибудь в Википедии. И это все достаточно интересно рассказано и предоставлено, поэтому вот когда мне нечего посмотреть, то я всегда схожу на его канал и смотрю вот как бы именно не только для развлечений, но и для общего развития. Очень интересный канал. Рекомендую. Дальше это канал Анны Зеленцовой, который так и называется. Это настоящее имя и фамилия девушки, которые тоже из Латвии. И она как раз таки была одним из тех мотиваторов, инфлуэнсеров для меня, которые подвигли меня на создание моего собственного канала. Итак, почему я вообще начала смотреть Анну? Мне нравится ее такой позитивный настроек, она очень невероятной красоты девушка. Но с тех пор, как она обзавелась большой семьей, у нее уже двое детей, то есть, естественно, и темы стали более материнские, влоги о шопинге, о еде, о детях. И в принципе, это не совсем моя тема. Я до сих пор смотрю Анну, ее влоги, потому что для меня это человек, с которым я уже несколько лет провела, смотря за ее жизнь. То есть, это уже как бы свой человек, что ли, как бы знакомый. Я не могу просто взять и отказаться от просмотра ее влогов, несмотря на то, что они как бы мне уже по тематике не совсем интересны. Я не говорю, что они не интересны, просто лично мне, потому что у меня совершенно другой стиль жизни. Да, что еще сказать про Анну? В основном, когда я тоже подписана на ее социальные сети, Инстаграм, я очень-очень редко, когда соглашаюсь с ее мнением, у нас они абсолютно диаметрально противоположные, но ее вот такой позитив, улыбчивость, они, конечно же, подкупают. И поэтому я до сих пор поддерживаю Анну и своей подпиской, и лайками, и комментариями. И не стоит, конечно, забывать тот факт, что она действительно дала мне очень много подсказок о косметике, которую стоит купить, о парфюмерии, которую стоит присмотреться, какой-то одежде. Поэтому вот такой вот легкий канал, легкие влоги, можно сказать, такие немного похожие на мои, просто имею в виду о том, что будничные жизни. Может быть, если вам нравится именно такая подача информации, то Анна вам тоже понравится, если вы до сих пор о ней не знали. Блог он хиллс, следующий канал. Я еще была подписана на Катю Рубик. Это, я думаю, два очень-очень известных русских блогера в плане фэшн индустрии, стиля, что носить, что не носить. Но так как меня сам стиль и фэшн меня вообще в принципе не интересует, я обычно захожу на такие видео, но когда очень часто повторяются наименования одежды, меня это наводит скуку. Ну вот я такая нетипичная, наверное, женщина, но я не могу долго слушать про одежду, что носить, что не носить. У меня каким-то, как-то выработался свой собственный стиль, то, что мне нравится, то, что мне не нравится. И я обычно слушаю именно себя, и я не одеваюсь по моде, и я особенно не интересуюсь трендами. Но вот блог он хиллс я оставила, потому что не знаю почему. Но вот, например, одно из видео Тони я использовала для того, чтобы создать свою собственную базу одежды. Да, наверное, мне нравится она, потому что она исходит более из такого минималистичного стиля, и она не покупает тонны одежды, например, с того же Алиэкспресса, и не делает распаковки. Конечно, это интересно посмотреть, но с другой стороны, я тоже за минимализм, и я против вот такого вот распаковки, и потом хороших и носибельных из этих вещей, не знаю, может быть, каких-то только 30%. Поэтому следующий канал — это Че Де. Я как-то даже его рекламировала, если можно так сказать, говорила о нем на своем Телеграм-канале. На самом деле какие-то видео заходят, мне просто вот самый нужный момент, самые нужные слова, и сняты они просто изумительно. Это каждое видео, мне кажется, просто какой-то шедевр. И темы самые разнообразные, нелегкие темы, сразу скажу, но и не тяжелые. Как бы интересно, когда нужно что-то подумать, поразмыслить, когда, чтобы создать свои собственные мысли, нужно подпитаться мыслями другого человека. Вы знаете, это какой-то такой разговор через экран. И сейчас, особенно осенью, когда у нас всех всплывают немного такие, не то что грустные, может быть, немного тяжелые мысли. И когда много времени проводишь в помещении, солнечного света меньше, и часто остаешься наедине с самим собой, и мне кажется, этот канал для вот именно такой атмосферы просто подходит на 100%. Поэтому, если вы еще не видели, не смотрели на этот канал, то я тоже рекомендую. Дальше, следующий канал на английском языке, но я уверена, что девушка, которая его ведет, русскоязычная, я не знаю, откуда она, называется канал AliArt, и это безумно талантливый человек, вот она очень любит разбираться в абсолютно таких тонких мелочах внешности, макияжа, и да, это женский канал, конечно, это женский канал. Мне кажется, я начала смотреть ее уже очень-очень давно, когда она выпускала видео о том, как накрасить глаза так, чтобы они выглядели больше, как накрасить губы, чтобы они выглядели больше. Сейчас она так все хочет только больше и больше, как накрасить нос, чтобы он выглядел меньше. Ладно, не важно. Но у нее очень популярные такие видео. Подойдет ли вам такой цвет волос? А какой оттенок блондинки вам подойдет? Очень много по Киби информации. И она действительно такой человек, который докапывается в своих видео. Если я, в принципе, такой, по сравнению с ней, Шалтай Балтай, то она действительно перфекционист. И вот она свою работу делает до мельчайших подробностей. Английский у нее, конечно, очень понятный. Поэтому заходите к ней. Я уверена, что вам понравится. Особенно, если вы тоже интересуетесь проблемой макияжа и подбора образа под свой типаж. Я подписана на несколько каналов, которые, в принципе, специфические о языке. Например, каналы, по которым я учу итальянский язык. Какие-то из этих каналов, они просто сделаны для того, чтобы по ним учить итальянский. Какие-то каналы принадлежат влогерам, блогерам, итальянцам, которые показывают картинку, рассказывают истории. То есть, чтобы углубиться в итальянский язык, я не буду расписывать про эти каналы. Я, честно говоря, очень давно на них не смотрела, потому что итальянский язык я приостановила свое изучение. И сейчас снова заняла латышским, занялась латышским. И, кстати, я тоже подписана на несколько латышских каналов. Именно латышских блогерах я не скажу, что я часто их смотрю, потому что сейчас я также нашла латвийское радио, на котором я могу слушать интересные подкасты. Просто когда гуляю, куда-то иду, и для меня это намного удобнее. Вот, поэтому они у меня висят в подписках на всякий случай, но я не скажу, что я часто на них захожу, к сожалению. Потом вот есть у меня еще в подписках такая девушка, Виктория Менде. В основном она снимает о минимализме. Она, наверное, такой самый минималистичный минималист, которых я встречала на просторах Ютуба. Я думаю, что у нее очень много разных интересных видео на разные темы. Я тоже давно не заходила к ней на канал. Я знаю, что у нее в жизни очень много чего изменилось за последнее время. Но так как я не чувствую к этому человеку такой вот дружеской привязанности, которая у меня образовалась с Анной или Валей, то я как бы и не особенно часто проверяю, что нового произошло на канале. Но вот если минимализм ваша тема, то Виктория это тот человек, который действительно вам поможет. Хотя если вы знаете ее о моем канале, то я уверена, что вы знаете о канале Виктории Менде тоже. Дальше. Да, у меня остались одни англоязычные каналы, которые я могу мимолетно о них рассказать. Я не знаю, интересует ли вас эта тема или нет, но просто, чтобы как-то закончить это видео. Я подписана на канал Анна Ньюберт. Она из Германии, кажется. То есть она не из постсоветского пространства переехала в Германию. Действительно, живет в Германии, я думаю. Говорит она на английском. У нее англоязычный канал. И ее видео очень-очень... Ее канал был вначале маленьким, небольшим. Очень быстро набрал популярность. И мне очень нравится именно стиль, в котором она снимает. Но вот тоже я не часто ее смотрю. Очень много про продуктивность, что она ест в течение дня. То есть такие популярные темы, которые привлекают много зрителей. Потому что, не знаю, как вам, но я смотрю, когда я выбираю влогера, который я буду смотреть, несмотря на то, что выбор сейчас какой-то, ну вот не очень большой, мне нужно, чтобы стиль жизни этого влогера, стиль мыслей, как бы уровень подходил на мой. Тогда мне больше интересно. Я не люблю идеальную картинку. Я не люблю все вот эти вот фильтры. Я не люблю, когда жизнь кажется показана лучше, чем она есть. Я ненавижу вранье, когда на камеру стараются показать там какие-то понты, что вот, девушки, смотрите, у меня есть, а у вас нет. Анна не такая. Она студентка, и она просто показывает свою жизнь. И она действительно какие-то мудрые мысли вставляет в свои влоги. И действительно такой приятный канал. Я давно его не смотрела. Не знаю почему, но вот как-то в последнее время я переключаюсь с Варламова на Антона Эсса и обратно. И читаю телеграм-каналы новостные. Но вот как бы сейчас то, что на повестке дня, для меня как-то больше, важнее, чем влоги. Да. А, еще забыла сказать, что я люблю, когда влогеры показывают также какую-то свою личную жизнь, чтобы я действительно могла зацепиться, заинтересоваться. А вот не просто какие-то влоги, которые написаны по сценарию, и с этого сценария никуда не уходят. И как бы у Анны Нейберт... Извиняю за свое произношение, но я думаю, что это настолько близко, насколько это возможно для меня, для моих способностей, произнести ее фамилию, что вот она именно делает влоги по сценарию, и поэтому для меня она как бы не совсем раскрыта, как влогер. Вот что я хотела сказать, несмотря на то, что видео у нее просто прекрасные. Хелена Вудс. Она просто прекрасна. Что касается красивой картинки, если вам нравятся хоги, правильно же, эти лампочки, дерево, приглашенный свет, свечи, если вам нравятся очень красивые природные пейзажи, slow living, замедленная жизнь, уют, то ее канал вам понравится просто на 100%. Я после первого видео сразу же на нее подписалась. Она снимает видео на тему, допустим, 8 причин, почему французы счастливее, чем... Ну, вот такое, вот такое. И действительно, она докапывается до правды, и действительно, она делает свои видео очень интересными. Она вещает на английском языке, но ее канал действительно один из самых красивых каналов, которые я видела. Это кто? Ну да. Ну да. Вот и все. Сейчас я прошлась по своим каналам, и я поняла, что я в основном подписана на людей, которые учат меня либо итальянскому, либо латышскому. Также очень часто я смотрю видео о Тори Чан, как же называется канал. У меня, к сожалению, нету скриншота. Это девушка, которая переехала в Японию, кажется, 10 лет назад, и она делает видео о Японии. И она у меня очень часто выскакивает в рекомендациях. Часто у меня выскакивают рекомендации доктор Черное или Черных про здоровье, но я уже, честно говоря, не могу смотреть про здоровье. Для меня эта тема уже настолько замусолена, что мне хочется уже отвлечься от здоровья. Вот мне, как с доктором Петриком, нужны видео по 5 минут, где мне конкретно дадут конкретный ответ на конкретный вопрос, и я не хочу больше вдаваться в эту тему. Ну, а влогеры, вот влогеры, которые были бы по мне, я искала, но я почему-то, ну, никак не могу найти никого, кто бы меня сейчас зацепил. В основном этим занимаются девушки помладше, ну, вот на 10 лет младше, чем я, на 15 лет младше, чем я. Я, конечно, не их аудитория, у меня совершенно другая жизнь, совершенно другие проблемы, поэтому мне как-то вот не кликает, несмотря на то, что аудитория у них огромная. Был еще другой влогер позже, как же ее звали, с короткой стрижкой каре, каштановые волосы, у нее влоги назывались, что, типа, в стиле вино, как-то так, и она с бокалом вина рассказывала, что купила в винтажных магазинах. Тоже у нее очень популярный канал, но вот я смотрела какое-то время, но я поняла, что, ну, не мое, я... Наши интересы не совпадают, можно так сказать. И, ну, вот, вот и все, вот я остановилась. Если вы думаете, что вам нечего смотреть на Ютубе, то, честно говоря, мне тоже нечего смотреть на Ютубе. Не знаю, почему так. Рекомендации просто показывают одно и то, же я просто пролистываю, понимаю, что мне сегодня тоже нечего смотреть. А как у вас? Можете, может быть, порекомендовать какие-то каналы, которые вам нравятся? Расширите мой кругозор, если вам кажется, что я забыла упомянуть какой-то очень-очень интересный канал, и то, что вам самим нравится, с удовольствием смотреть, то, пожалуйста, поделитесь, действительно поможете. Так, уже буду заканчивать. Нечего больше добавить. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам нравятся мои влоги. И на этом спасибо за просмотр. Всем пока!